В первые дни президентства Дональд Трамп объявил о выходе США из транс-тихоокеанского партнерства. Оно должно было объединить 12 стран и предполагало отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-тихоокеанском регионе. Выживет ли Альянс без Америки, выясняла наш экономический обозреватель Ирина Матюшенко. Ирина, доброе утро. Так какова судьба партнерства без Соединенных Штатов? Доброе утро, Андрей. Ну, судьба транс-тихоокеанского партнерства под большим вопросом. Дело в том, что соглашение для многих стран теряет всякий экономический смысл. Партнерство без главного партнера. Дональд Трамп объявил о выходе США из транс-тихоокеанского соглашения. Именно Америка была инициатором его создания. Этот альянс был одним из главных глобальных проектов Барака Обамы. Помимо Соединенных Штатов, в партнерства должны были войти 11 стран, в том числе Япония, Австралия и Вьетнам. Еще шесть государств подумывали о том, чтобы присоединиться. Цель объединения – создать зону свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Торговый пакт предполагал отмену таможенных пошлин на товары и услуги между этими странами. Всего собирались отменить 18 тысяч таможенных тарифов. На это партнерство пришлось бы 40% мирового ВВП и 25% мировой торговли. Нападки на это объединение были одним из основных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа. Указ о выходе Америки из этого партнерства стал одним из первых официально подписанных им документов. С помощью Транс-Тихоокеанского партнерства США собирались создать так называемую монополярную структуру мира, где отводили себе ведущую роль. Больше всего от торгового альянса выигрывали американские транснациональные корпорации. Это та самая глобализация, о которой сейчас так много говорят. Где выстроенные глобальные цепочки стоимости, реализуемые транснациональными компаниями США, они практически ориентированы на то, что развивающиеся страны региона АТЭС или АТР, как в Транс-Тихоокеанском партнерстве, выполняют ту самую роль в восполнении недостающих компонентов с меньшими издержками. То есть это полностью модель доминирования или глобальной экономики. При этом считалось, что транс-Тихоокеанское партнерство даст Соединенным Штатам возможность устанавливать свои правила в мировой торговле и сдержит растущее влияние Китая. И Обама, и Керри, они говорили о том, что нельзя допустить, чтобы Китай писал правила торговли для этого региона. Ну, Китай сравнялся по своему экономическому и торговому потенциалу с Соединенными Штатами, поэтому они рассматривают Китай как, в общем-то, равного соперника. Поэтому, конечно, можно сказать, что ТТП имела антикитайскую направленность. Дональд Трамп на международные отношения с США смотрит по-другому. Он считает, что отмена пошлин на иностранные товары подорвет промышленность страны и собирается заключить отдельные торговые соглашения с каждым государством. 45-й президент США выступает за так называемый новый американский протекционизм. Для него главное перенести производство обратно на территорию Соединенных Штатов и брать на работу только американцев. Он уже запретил автомобильным концернам инвестировать в производство в Мексике. Крайслер и Форд даже пообещали, что указания выполнят. Кстати, на решение США выйти из стран с Тихоокеанского партнерства отреагировали и в Японии. Премьер-министр страны Синзо Абе, выступая в парламенте, не скрывал своего беспокойства. Я верю, что президент Трамп понимает важность свободной и справедливой торговли. Японские компании внесли большой вклад в экономику США, когда собирались вступить в это партнерство. И мы рассчитываем на продолжение переговоров по этой теме. Но Дональд Трамп отступать, похоже, не собирается. И сейчас под вопросом судьба многих международных проектов, задуманных Бараком Обамой. В Белом доме уже заявили, что покинутые североамериканскую зону свободной торговли с Мексикой и Канадой, если эти страны не предоставят американским рабочим более выгодные условия. Спасибо, Ирина. Ну что же, ждем новых подписаний, новых документов. Ирина Матюшенко рассказала, почему Дональд Трамп решил, что Америке не место в Транс-Тихоокеанском партнерстве. Дональд Трамп продолжает избавляться от наследия своего предшественника. Первым шагом стала отмена реформы здравоохранения Обамакер. Ну а накануне новоиспеченный президент США подписал меморандум об отмене Транс-Тихоокеанского партнерства. Это всеобъемлющее торговое соглашение было особой гордостью Барака Обамы. Отныне Соединенные Штаты будут делать ставку на двусторонние договоры. Ну а накануне вечером в США привели к присяге нового директора Центрального разведывательного управления Майкла Помпео. Валентин Богданов продолжит. С наследием Барака Обамы Дональд Трамп расправляется со стремительностью своей золотой ручки и неумолимостью машины для резки бумаги. Вслед за выброшенной в корзину программой обязательной медицинской страховки, туда же отправляется другое любимое детище 44-го президента. Хорошо, мы собираемся подписать три меморандума прямо сейчас. Первый – выход Соединенных Штатов Америки из транс-Тихоокеанского партнерства. Нынешние торговые отношения США с другими странами, уверен Трамп, сложились в пользу лишь нескольких крупных корпораций. В целом же экономике от этого всего один вред. Новый президент за справедливые сделки, что принесут выгоду американскому производителю. 60% граждан с этим согласны. Все эти странные партнерства для них – потеря рабочих мест. Все знают, что это значит, не так ли? Мы говорили об этом в течение длительного времени. Хорошо. Великая вещь для американских рабочих, что мы только что сделали. Обама за аббревиатурой ТТП скрывал не только, а может даже и не столько экономические интересы. Набиваясь в старшие партнеры к странам Юго-Восточной Азии, Вашингтон привязывал их и политические. Иную конфигурацию международных отношений при Трампе предстоит выстраивать тому, кто как раз был силен в двухсторонних форматах – бывшему главе «Эксенмобил» Рексу Тиллерсону. Сенат все-таки утвердил его в качестве госсекретаря. 11 за, 10 против. Данная рекомендация проходит. Все решил голос сенатора-республиканца из Огайо Роба Портмана, который чуть не опоздал на заседание из-за непогоды. На восточном побережье США разгулялся сильный ветер, который на Капитолийском холме в случае Тиллерсона все-таки подул в сторону перемен. С его кандидатурой согласился даже соперник Трампа на праймере с Марку Рубио, что до последнего обвинял нового главу Госдепа в связях с Москвой. Вот почему в этой номинации я проголосовал сегодня за господина Тиллерсона и сделаю это снова при полном составе Сената. Но, как я сообщил ему сегодня в нашем разговоре, я готов помочь ему добиться успеха. Я надеюсь, что он станет лучшим государственным секретарем, который был в нашей стране. При своем мнении остались только одеты в розовые цвета недавнего антитрамповского марша. Им под конец дали выпустить пар. Среди участников субботнего протеста в Вашингтоне была и певица Мадонна. Со сцены она сначала призналась, что хотела взорвать Белый дом, а потом перешла на мат. Теперь оправдывается в Инстаграме, но скандал вокруг нее принимает новый оборот. Это новый левый фашизм. Она — это его часть. И я думаю, мы должны готовиться себя защищать. Ее нужно арестовать. Выпад Мадонны — еще один итог антитрамповской истерики. Приложила к ней руку и американская контрразведка. Там дошли до того, что даже советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна заподозрили в двойной игре. Под колпаком он оказался за то, что несколько раз созванивался с российским послом в США Сергеем Кисляком. Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, у него накануне тоже был первый рабочий день, в возбудившейся прессе все объяснил. Насколько я понимаю, они еще не договорились, поскольку три дня назад был еще один звонок между послом и генералом Флинном. И, согласно моим сведениям, они еще не договорились об этом. К российской теме на первом в Белом доме брифинге вернулись еще раз. Спайсер, подтвердив предвыборную установку Трампа, сообщил, что США готовы сотрудничать с Россией в борьбе с ИГИЛ. Спросили у пресс-секретаря и про стену с Мексикой. С Конгрессом уже начали обсуждать финансовую сторону вопроса. Ответил он. Под вечер Сенат США сделал еще один шаг к полному укомплектованию новой администрации. Майка Помпео утвердили директором ЦРУ. В ближайшие недели Дональд Трамп должен определиться и с именем своего кандидата на вакантную должность Верховного Судьи. Важнейшее назначение, без которого ключевые реформы 45-го президента будут буксовать. Валентин Богданов и Виктор Казаков. Вести из Нью-Йорка.